Крис, Крис, срочно! Да что такое? Нужна твоя помощь! Что случилось, Селена? Пять лет у нас совместных с моим любимым, я не знаю, что одеть. Ты такая красивая, у меня совершенно обезвкусная, и все мои девочки говорят, что я обезвкусная. Помоги, у тебя есть идея, что одеть? Да, у меня есть идея, пойдем. Крис, пять лет, пять лет, юбилей, он пригласил меня в ресторан, я не знаю, что одеть. Все мое мне надоело, и он все уже видел. И знай, что то, что ты подберешь, он будет смотреть это видео и тоже, возможно, напишет комментарий, бойся. У меня все для тебя есть, вот именно для тебя. То есть, допустим, мне бы такой антураж, такой образ бы не подошел. То есть ты бы такое не надела? Ну, как бы надела бы, но мне бы не подошло. Начнем с самого платья, с самого главного. Это такое платье, платье-рубашка, джинсовая. Ну, еще очень крутой ресторан, дорогой. Очень дорогое, очень смотрится круто. Дорогое платье, да? Да. Во-первых, сейчас лето. Лето или не лето, вечером все равно может быть прохладно. Поэтому я тебе пиджачок подготовила еще. Но под низ у тебя будет такое козырное платьишко-рубашка, которое полностью проветривается. Мне кажется, твоему любимому должно понравиться. То есть если вы будете сидеть в ресторане, где много людей, то ты под низ можешь надеть шортики. В общем-то. В туалете где-то, да? Или сразу? Как тебе удобно. То есть ты должна поинтересоваться, будет ли там много народу, если ему не нравится, чтобы ты ходила. То есть тут могут немножечко трусики вот в дырочку видны быть. То есть ты можешь поддеть шортики. Если вы захотите что-то более откровенное, ты можешь пойти без шортиков, купальники. Ну, короче. Ну тут вот дырочки просто. Я видел в козырный ресторан вечером. И что? Купальники. Можешь просто в трусики. Я доверяю твоему вкусу. Да, то есть даже платье вот оно в крутом магазине продавалось, поэтому дальше для полного образа, для полной гармонии ты должна надеть, да очень сексуально, тигровые ушки. И также вообще-то в комплекте был хвостик. Обязательно хвостик одевать? Ты меня не поняла, да? Да, ну да. Да, договорить. Я считаю, его нужно надеть вместо галстука. Будет некая изюминка, пикантность, такая глубина образа. Босоножечки твои ждут внизу. В принципе, да, я думаю, сережки сюда, это будет лишнее, потому что и так много всего. Губная, вот она, секретки. Такой цвет яркий, ой, блин, насыщенный. Ой, ну хоть худная, нормальная. Да просто у нее уже страшно, честно. Чего это? По адресу ли я обратилась? Ты не ожидала, что может быть так все красиво и хорошо? А мы потом девчонки пусть скажут, сама бы лучше я оделась или Кристинка все нормально сделала? Слушай, а всегда нужно экспериментировать и пробовать разные образы. На сегодняшний день мало чем можно кого удивить, а ты можешь удивить. И ты тоже можешь удивить. А, кстати... Ты меня сейчас удивляешь. Кстати, сумочка. Я не стала брать тоже тигровую тебе давать, потому что, ну, будет сливаться, как-то должно же быть точки такие, это точки такие. У тебя тигровая сумочка есть еще, да? Да, такая же тигровая, но я думаю, это будет перегруз твоего образа, поэтому у тебя будет золотая сумочка с каменьями. Сережки, я думаю, тебе не нужны. Это будет наляписто сильно. Держи, дорогая. И сверху, я думаю, сейчас у тебя пиджачок легкий. Надевайся. Выбор был между золотистыми и красными. Я считаю, нужно добавить еще одну точку в образ красного цвета, поэтому надевай. Любимый, я уже готова. Кристиночка, пока я поехала. Да, незамеченным Селена не останется сегодня человеком. Пока, моя хорошая, держись там. Здравствуйте, Кристина Александровна. Мы видели, какой вы красивый образ подготовили, очень яркий, эффектный для своей подруги. Как вы довольны, как на ней все сидит? Я считаю, выглядит Селена сейчас потрясающе. Селена, знаете, хочется прям назвать Селена Джан. Селена Джан? Да, прям Селена Джан. Ну как вам в новом образе, в новом амплуа? Вы знаете, для меня совершенно неожиданный такой образ. Я вообще так не одевалась. Нет, ну когда-то я так, может быть, одевалась около приближенно, да? Я совсем забыла, как это уже почувствовать себя яркой, молодой, энергичной. Я все, знаете, возрасты, дети, я все сдержаннее, да сдержаннее. Но на самом деле, вот этот вот вообще вот так обыгрывает, я не могу, а эти ушки, я в восторге. Красные босоножки, они никогда не выйдут из меня. Кристина, она вот, она открылась для меня, как книга, с другой стороны. Кристиночка, она будет смотреть это? Конечно, конечно, это будет в открытом доступе. Кристиночка, большое тебе спасибо, я думаю, что мой любимый это обязательно заценит. Я ему позвоню и скажу, чтобы он посмотрел это видео. Большое тебе спасибо, я вот так давно не чувствовала себя женщиной. Мне кажется, у вас откроется второе дыхание в ваших отношениях. Крис, Крис, срочно! Да что такое, да ё-моё! Хлеб закончился! Нужно сходить за хлебом, только чтобы я нормально была одета. Ну, понимаешь, не позорилась, как обычно, я что угодно на себя одену. У тебя есть что? Пожалуй, у меня есть для тебя пару шортиков. Крис, ну ты такая красивая, у тебя так хорошо получается подбирать одежду. Посмотри, какая ты гармоничная. Ну что ж ты мне там приготовила, скорее покажи. Спасибо, моя хорошая, спасибо, моя звёздочка. Сейчас мы тебе подберём одежду, одеяние, вернее, я уже подобрала образ тебе, для того, чтобы ты пошла в магазин за хлебом. Очень есть хочу. Потому что хлеб, бутерброд. Ты сама очень яркая девочка, очень яркая личность, поэтому... Ты в магазин будешь меня ярко одеть? Поэтому я хочу тебя одеть стильно, но в то же время неприметно, потому что ты и так привлекаешь внимание, подумаешь, что ты очень богатая девица, так как ухоженная, а мы тебя должны одеть так, так, чтобы ты была ухоженная, но в то же время... Неприметная. Тебе хотели бы дать денег, а не украсть. И сейчас ты всё... Ты хочешь одеть меня так, чтобы мне хотели дать денег? По дороге в магазин, да? А что, с деньгами все могут купить хлеб? А ты попробуй пойти. Эта шутка ещё старая, я знаю. Так вот, губки мы... Мне страшно быть старой. Сломался, смотри, сломался даже. Перед тобой карандаш, хайлайтер мой. Ты хочешь губки накрасить мне белым карандашом? Не накрасить, а немножечко притонировать. Немножечко притонировать, буквально, чтобы они не выделялись. Ну давай, это я могу сама сделать. Не надо сильно, вот слегка, потому что, если ты сильно накрасишь, будет очень ярко. Так, чем это ты говоришь, что это для чего? Это потому что губы яркие сильно у меня, да? Да, немножечко попроще нужно быть в магазин, чтобы идти. Чтобы хотели дать денег. Так, всё. Так нормально, смотри. Очень блистательно, и в то же время... Незаметно, да? Да. Неприятно. По-хорошему, конечно, ты ходишь в солярий, и ты ещё видно, что ты загораешь. Простой человек не будет вот так загорая солярий. Не надо, не надо. Я бы тебе суету загорелась. Может быть, я на огороде пахала, понимаешь, и загорела. Кстати, может быть. Смотри, на голову я тебе предлагаю. Да, надеюсь, эту заколочку. Как? Она очень недорогая, я её покупала, по-моему... А, не помню где. Или в фикс-прайсе, или в Галамарте. То есть ты поняла, да? Это как она называется? Софи Статвиста. То есть давай сейчас. Наверх, смотри, вот так вот, пучочек. А, наверх ты хочешь, что Даша пьет сделала, да? Ну давай. Криш, это у меня слишком пышная прическа. Слушай, лёгкая лохматость украшает денег. Вот если я пойду так, то точно мне захотят доделиться. Что-то в этом есть, ты знаешь? Луковка. Видно, что ты хозяюшка. Надеть я тебе предлагаю такой симпатичный сарафан. Джинс никогда не выходит из моды, с одной стороны. А с другой стороны, у него есть некая изюминка. Он мне пришёл, это я заказывала в онлайн-магазине. Он мне пришёл уже с изюминкой. Когда-то джинсы порванные тоже не были в моде, и их не носили. Тем не менее, потом они вошли в тренд, да? И сарафанчик, ты сейчас сама всё поймёшь. Что же с изюминкой? Не будешь ты сильно привлекать внимание. Он нормальной длины. В то же время он новый, кстати. Без всяких катушек. Не подумайте, как бомжа, я не одеваю. На ноги у тебя есть выбор. То ли шлёпки в горошек, то ли красные босоножки на танкетке. Это дело вкуса, дело выбора. В чём тебе будет удобней? В принципе, они одной ценовой категории. Пошли. Да и не одеваться. Шлёпочки в горошек, босоножки на танкетке. Но я предлагаю тебе оставить голубенькие и синенькие, потому что они очень гармонируют с твоим стилем, с твоим образом. Смотри, кулёчек тебе обязательно. Кулёк-пакет. Пятёрочка. Пошли. Пошла, моя хорошая. Пошла. Быстренько выбежала в шлёпочках. И пошла, пошла. Без кошелька видят, что ты без кошелька. А тебя муж пустил здесь без карманов. То есть у тебя просто кулёк и дырявый сарафан. То есть всё, что было, всё отлично, тебя не украдут. Кристина Александровна, ну вот это ваша подруга как бы. Вы не считаете, что вы слишком её как-то одели, что её могут всё-таки украсть, подумать, что она какого-то лёгкого поведения женщина. Или бездомная, да. Я так не считала, потому что она достаточно чистенькая, всё аккуратненькое и всё на грани, то есть в меру, понимаете. То есть если лёгкая лохматость, да, то она лёгкая. То есть буквально человек очень хозяйственный, худенькая, подтянутая, платьюшко по колено. Всё в меру. То есть вы полностью довольны своим выбором, как вы и подобрали одежду? Да, я изначально хотела немножечко пучок по-другому сделать. Уважаемая Селина, скажите, вы сходили в магазин? Вы знаете, я вышла буквально за дверь, и я остановилась между дверью и калиткой, потому что я, конечно, люблю свою подругу Кристину, но мне кажется, в этот вот образ немножко она не почувствовала меня. Всё, конечно, идеально, всё супер, но мне кажется, шлёпки уже давно не модно одевать тон в тон с сарафаном. Ну, просто если бы она настояла на тех шлёпках в горошек, я думаю, что было бы всё совсем по-другому, и я бы вышла за калитку. То есть всё-таки дело в горошке, в шлёпках в горошках? Мне почему-то чувствуется, что да. Крис, Крис, срочно! Да что такое опять? Ты посмотри на неё. Да у меня же скоро день рождения, через месяц. У тебя есть чего одеть? Есть какие-нибудь идеи? У чём ты у меня дело? Ну, я думаю, мы что-нибудь тебе подберём. Пойдём. Ну, ты меня удивляешь уже. Мне уже очень хочется узнать, что же ты приготовила, чтобы я была звездой на своём вечере. У тебя будет чокер серебристый. Держи. Красиво очень. Да, он серебристый, потому что ты светленькая, я считаю, тебе больше золото или серебро белого цвета. Именно золото белое подбелое. Дальше мы тебе сделаем хвостик с такой резиночкой, тоже серебристый, видишь, серебрый. Это девочка делала своими руками. Красиво. Да. И вообще это юбочка, но она фатиновая, в принципе, и длинненькая такая, да? Ну, как красиво. То есть мне она пощикала. Ну, как красиво. Тебе это будет как платье. То есть видишь, какой балльный стиль. Молодея! Да, видишь, то есть платье, да. Так. И, значит, сумочка красного цвета будет очень хорошо гармонироваться. А что за фирма? А фирма Гучин. Вау, вау. А босоножки красные, я так понимаю? Ну, можно подумать. В общем-то, красные, да, в которых ты уже была. В которых я находила на свидание к любимому. Да. Угу. Так, и всё, да? Смотри, а хвостики, считай, нужно на бок сделать. На бок сделать. На бок. На бок. Хорошо. Костиночка. Побежим, она мне так и перестала. Изначально думала под этот образ вот эти, да, золотисто-серебристые. Но всё-таки мы решили уже вот перед выходом, что нужно надеть вот эти. Это серебристые такие они, сабы, да, сабы. Я их покупала для мамы, повернись боком. Они немножечко большеваты, у нас селена широковаты, но в общем подходят под этот лук. Что такое заколола? Обувь большеватая, не подходит чуть-чуть. Кристина Александровна, ваш последний образ просто превзошёл все наши ожидания. Расскажите о нём, пожалуйста. Вы довольны своим выбором? Мне кажется, да, селена просто блистает. Просто маленькая снежная королева. С одной стороны, оно вроде бы и элегантное, и такое сексуальное слегка, потому что немного так облегает, да, фигуру, потому что когда ветер раздувается, всё летает сумочка взрослая, красного цвета, и в общем-то этот цветочек на голове, немножечко как ребёночек, да? Вот, скажите, пожалуйста, да, вот прическа немножко удивила. Вам не кажется, что вот сумочка слишком взрослая под прическу? Нет, сумочка, когда фас-профиль, как это будет называться, стеночка, её не видно. Она вот так. Её не видно. Ровненько она стоит, поэтому всё гармонично, а уже, естественно, когда она поворачивается вот так, с заколочкой не видно, видно сумочку. Но вот Селене уже 33 года, как бы не считаете, что эта прическа слишком для неё может быть, ну, не по возрасту? Вы знаете, на фоне того, что происходит в жизни Селены, сумочка это просто лёгкая шалость. Ну, а если кто-то вот всё-таки назовёт её мартышкой даже в этом образе, вы как вот отнесётесь к этому? Ну, я считаю, что у этого человека нет вкуса. Да, наверное. Да, стать лицом она может любой компании, я бы даже Космополитен, Космополитен её бы сделала лицом, но тут уже ей решать, будет она заявку туда оставлять, вот может показать свои модные луки, которые сегодня были представлены. Мне кажется, что после сегодняшнего вечера ни один журнал её не достоин. Дорогая Селена, именинница новая, испечённая в ближайшее время. Вы знаете, вот расскажите нам ваши ощущения, ваши ощущения после вашего, вот вы же в новом образе. Да, у меня нет слов на самом деле, у меня нет слов, потому что, ну, мне всё понравилось, и вот это интересное решение с юбкой, да, сделать её платьем, ну, здесь немножко передавливает резиночка, но это ничего, я не буду есть на своём вечере, всё будет замечательно. Немного, вот знаете, всё идеально, всё идеально, немного удивил меня вот этот хвостик. Вы знаете, я давно не делала его, я последний раз делала такой хвостик, когда мне было лет семь. Ого! Я уже забыла, каково это вообще. И тут Кристина вот решила вот такое решение сделать, и самое главное, она же чувствует, что я не буду похожа на обезьянку, понимаете? Она не стала серёжки одевать. Вот серёжки, это был бы уже перебор, уже обезьяна. А тут молодая женщина. Молодая, красивая, интересная, эмпозантная, мать, мужчины. И я доверяю Кристине, то есть она бы не сделала никогда перебор, то есть у неё хорошее чувство мира, она всё чувствует, вот. Ну то, что босоножки большеваты, ничего страшного, как бы, я же дома всё равно буду в них. Главное, чтобы не упасть и ногу не подвернуть. Главное, не упасть и грязь лица. Да. И я думаю, что всем моим гостям понравится такой образ. Но у меня через месяц ещё день рождения, поэтому я думаю, я похудею, и эта резиночка не будет уже так передавливать мне мою грудь. А звёзды, это прям при меня, звёзды. Спасибо, дорогая Кристи, уже два, один, можно сказать. Два образа понравилось, один, ну так себе, но после вот первого и третьего, мне кажется, что я просто не оценила второй, я просто чурпан. Крошки мои, на самом деле мы решили для вас снять такое видео, всё пошло спонтанно. Я изначально надумала, что это будет всё такое весёленькое, ну как бы не весёленькое, а серьёзное, но у нас пошло-поехало и начали рождаться какие-то идеи, и я говорю, давай актёрского мастерства включим, в общем, сделаем что-то весёлое. Поэтому это видео в первую очередь несёт такой развлекательный характер, не судите строго. И надеюсь, вам понравилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат видео. Если понравилось, то мы будем стараться ещё что-то такое делать. Как тебе? Мне очень понравилось, почаще приезжаю в гости. Да, в общем, мы ждём ваши отзывы, мы очень старались, полдня снимали это видео, сами поржали, надеюсь, вам будет тоже весело. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, канал Кристины, она мне помогала, модельера нашего Кристины Александровны, тоже будет под видео. Обязательно к ней добавляйтесь, много прикольных видео. Вот, мы стараемся для вас что-нибудь снять интересненько, поэтому подкидывайте идеи и пишите, что думаете по поводу такого формата видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...